Конкурс «Касписк территория дружбы» подошел к концу. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 26 мая в библиотеке имени Фазу Алиевой. Как отметили организаторы, наш город имеет стратегически значимое геополитическое положение и живут в нем представители разных национальностей и конфессий. На первом месте у нас по численности аварцы, потом даргинцы, кумыки, лесгины, лакцы, азербайджанцы, табасараны, русские, чеченцы, нагайцы, агулы, рутульцы и другие национальности. На мероприятие были приглашены представители АТК, Управления культуры, Дома детского творчества и духовенства, заместитель председателя Совета имамов города Касписка Насыр Сулейманов, руководитель благотворительного фонда Инсан Ансар Курбанов и зампредседателя иудейской общины Борис Ханукаев, который отметил значимость подобных конкурсов и сплоченность народов республики. Это и говорит о нашем единственном многонациональном, многоконфессиональном Дагестане, который продолжается на протяжении многих тысячелетий. И так традиционно должно дальше продолжаться. И вот такие мероприятия этому и способствуют. И какое бы место действительно в конкурсе видеороликов не заняла работа, как уже предыдущие выступающие сказали, то, что даже в создании этого ролика объединяет нас. Отметим, что организаторами конкурса являются администрация города, движение «Матери России», женский клуб, библиотечная система имени Фазу Алиевой при поддержке женского отдела просвещения и председателя Совета имамов Касписка. Пусть сегодня вот так нам даст всегда возможность собираться на такие прекрасные мероприятия. Если честно, когда видишь, любая работа в городе, и даже если во всей России, она проводится, она идет вперед, когда мы работаем именно совместно, когда мы помогаем друг другу, когда мы поддерживаем друг друга. И вот настал волнительный и долгожданный момент. Ведущие объявляют победителя. Обладательницей грамоты и денежного приза стала руководитель КИДа, которая 42 года отдает всю свою любовь и знания детям. Ольга Алексеевна Мусанобеева. Я вообще не ожидала. Я была уверена, что будут значительно лучше работы. Но мне очень приятно. Спасибо. Конкурсанты Наталья Забзанова, Диана Асанбекова и Лея Исаибова получили памятные подарки, а остальные участники – сертификаты на совместную поездку по достопримечательностям Дагестана. Завершилось награждение совместным фото и чайпитием.